Иди учи уроки. Почему девятка, а не десятка? Никакой простуды, сегодня ты пойдёшь в школу. Все школьники рано или поздно сталкиваются с подобной проблемой. В нашей новой рубрике «Заметки школьника» мы вызываем на дуэль родителей. Требовательные родители против смелых школьников. Давайте, поехали! Правила игры. Учительница Хелена подготовила 10 каверзных вопросов по школьной программе. За каждый верный ответ ученик зарабатывает по одному баллу. Кто ответил на большинство вопросов правильно, тот и победитель. Итак, сегодня нашими школьниками стали Паша Карандашов и его очаровательная мама Татьяна Олеговна Карандашова. Они будут соревноваться за звание победителя прямо сегодня, прямо сейчас. Итак, первый вопрос. Сколько океанов на нашей планете? Варианты ответа. Четыре, пять или шесть. Переворачивайте ваши планшетки в камеру. Татьяна Олеговна ответила пять. Паша ответил четыре. Четыре. Итак, вы готовы узнать правильный вариант ответа? Раньше было четыре океана. Атлантический, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый. Но в 2000 году Международная гидрографическая организация объединила части Атлантического, Индийского и Тихого океана в Новый Южный океан. Таким образом, всего их пять. Один балл, Татьяна Олеговна зарабатывает себе в копилочку. Паша, Паша, не расстраивайся. Мы сейчас все исправим. Следующая ситуация во втором вопросе. Единица измерения силы тока. Варианты ответа. Ампер, вольт или ватт? Переворачивайте свои планшетки. Итак, Татьяна Олеговна ответила ампер, Паша ответил вольт. Прямо сейчас узнаем правильный вариант ответа. Единица измерения силы тока – ампер. Она названа так в честь французского физика Андре Ампера. Второй балл, Татьяна Олеговна зарабатывает себе в копилочку. Третий вопрос. Сатурн, какая по счету планета от Солнца? Итак, с этим вопросом никто не справится, потому что Сатурн – это шестая по счету планета от Солнца. Вместе с Юпитером, Нептуном и Ураном она входит в число газовых гигантов и не имеет твердой поверхности. Как называется луч, который исходит из вершины треугольника и делит его угол пополам? Варианты ответа. Биссектриса, абсцисса или катангенс. Правильный ответ, конечно же, биссектриса. Со счетом 3-1 Паша врывается в игру. Татьяна Олеговна, конечно же, пока что лидирует, но это пока, я еще верю в Пашу. И мы переходим к следующему вопросу. Итак, что стоит в центре земли? Подсказка, вопрос на логику. Как я уже говорила, пятый вопрос был на логику, поэтому в центре слова «Земля» стоит буква «М». Паша, со счетом 3-2 ты уже близок, ты близок к победе, я в тебя верю. Но Татьяна Олеговна пока что все еще лидирует. Мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. Самая длинная река в мире? Варианты ответа. Амазонка, Нил или Янцзы? Самая длинная река в мире, конечно же, Амазонка. Второе место занимает Нил, ну а за третье место борются Миссисипи и Янцзы. Седьмой вопрос. Пигмент, окрашивающий листья растений в зеленый цвет? Варианты ответа. Хлорофилипт, хлоропласт или хлорофилл? Пигмент называется, конечно же, хлорофилл, и он содержится в хлоропластах. Поэтому по одному баллу зарабатывает Татьяна Олеговна. И Паша, у нас счет 5-4. Восьмой вопрос. В каком году была Грюнвальдская битва? Грюнвальдская битва – это решающее событие Великой войны, которое прошло 15 июля в 1410 году. Плюс один балл Паши в копилочку, счет 5-5, и мы двигаемся к следующему вопросу. Вопрос номер 9. В каком предложении допущена ошибка? На ней не было чулок, на полке лежала пачка макаронов. Эти кремы просрочены. Если мы говорим не о десерте, а о гарнире, то правильнее сказать – на полке лежала пачка макарон. Поэтому Паша заработал еще один балл, и вырывается вперед, Татьяна Олеговна. 6-5. Понятно? Финальный вопрос. Сколько хромосом у человека? Правильный ответ, конечно же, 46 хромосом в геноме у человека. И правильно ответил Паша на этот вопрос. Итак, победителем сегодняшнего нашего видео «Заметки школьника» становится Паша Карандашов, который получает классные наушники от проекта «Пин-код». Паша, поздравляю тебя. Слушай музычку. Слушай, очень много всяких книжек есть, аудиокниги. И вы тоже слушайте, берите пример с Пашей, приходите к нам в рубрику, участвуйте, конечно же, и смотрите «Пин-код». Продолжение следует... Продолжение следует...